Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте! У микрофона Мери Масаналы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первую очередь мы предлагаем общественные работы, которые длятся от 15 до 6 месяцев, которые оплачиваются. Во вторую очередь, если к нам обратился выпускник школы или гражданин со средним образованием, мы предлагаем вечерние краткие профессиональные курсы. Ну и третья мера, если обратиться к гражданин со своим малым бизнесом, мы помогаем получить кредиты по 15%. Прошло 6 лет, как житель Таласской области Самат Кадыркулов окончил факультет энергетики высшего учебного заведения. Но с тех пор он не работал по своей профессии, не осталось места, куда бы он не обращался. Большинство организаций ссылались на то, что нет места или у него отсутствует опыт работы, и что свяжется чуть позже. Из-за безвыходности ситуации он был вынужден переехать в Бишкек, взять в аренду контейнер на Дордое, и на сегодняшний день он занимается продажей одежды для того, чтобы прокормить свою семью. Я электрик, сейчас я ищу работу по своей профессии. К сожалению, найти ее пока не могу. Из-за того, что долгое время не мог найти работу, я был вынужден выехать за пределы страны на заработки. Там работал тоже не по профессии, а на строительном объекте. Сейчас на Дордое занимаюсь мелкой торговлей. То, что зарабатывает, хватает только на питание, ежедневные расходы и оплаты за квартиру. Приходится просить деньги у родителей. Но я имею диплом, не хотел бы всю жизнь находиться в таком положении. К тому же на Дордое тоже становится тяжело работать. Клиентов мало, большая часть товаров не продается. Думаю, уехать на заработки куда-нибудь в другую страну. Больше выхода нет. Рассказал он. Из-за проблемы безработицы, таких как Самад, вынужденных уехать в поисках работы за пределы Кыргызстана. Желающих уехать в поисках работы за пределы Кыргызстана увеличивается с каждым днем. В поисках лучшей жизни каждый год из Кыргызстана в Казахстан и Россию уезжают тысячи наших граждан. А тем, кому более-менее повезло, получают визы и направляются в Европу или в Америку. Мигранты, уезжающие с грошами в кармане на заработки, мечтают за несколько лет накопить деньги, чтобы купить квартиру, машину. Но осуществляются ли их желания? Америка не всегда встречает всех дружелюбно. В первую очередь, трудно получить рабочую визу в Штаты. Для этого необходимо, чтобы человек был ученым с новыми научными открытиями. Или он должен уметь делать то, что не умеет делать другие. Только в этом случае могут гражданину направить приглашение, и он получит возможность поехать и работать в Америку легально. Поэтому наши граждане разными путями стараются попасть в Штаты. 24-летний Али Нур Аширов вот уже 7 месяцев живет в штате Чикаго. Высшее учебное заведение он окончил в полицейской академии Турции. Он рассказывает о том, чтобы в целях дальнейшего продолжения учебы он приехал в Штаты. Он планирует сначала подтянуть язык, накопить денег и поступить в магистратуру. Сейчас я посещаю курсы английского языка два раза в неделю. Остальные дни я вынужден работать, чтобы оплатить эту учебу. Говорят, что человек должен развиваться, и в этом очень важно знание языка. Это позволит мне лучше подготовиться на экзамены и поступить в магистратуру. Здесь поступление в магистратуру тоже стоит немалых денег. Я уже много лет не обращался к родителям за финансовой помощью. Планирую хорошо подготовиться и поступить. Рассказал Али Нур. В Америке насчитывается около 50 тысяч кыргызстанцев, которые приехали сюда, чтобы получить знания. Наши соотечественники проживают в таких штатах, как Пенсильвания, Огайо, Нью-Йорк, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Флорида и другие. Например, в Чикаго можно увидеть улицу, где проживает от 5 до 20 семей кыргызов. И большинство таксистов также из Кыргызстана. Для мигранта, приехавшего в Америку, не может быть и речи о том, что он может устроиться на легкую и непыльную работу. Когда я приехал в Америку, я попал в штат Флорида. В связи с тем, что сюда я приехал с Work and Travel, я трудоустроился. Моей первой работой был хаускипинг, то есть работаешь в отеле. Потом я нашел себе вторую работу. В кафе я работал дешевошером. На первой работе я работал с 8 часов утра до 16 часов. Во Флориде работал по контракту 3 месяца. Потом я переехал в Чикаго, работаю водителем. Рассказал Дастан Асанов. Хотя наши соотечественники имеют высшее образование, они не могут устроиться на хорошую работу сразу. Во-первых, не все они знают хорошо английский язык. И к тому же диплом о высшем образовании здесь не котируется. Все, кто работал в Кыргызстане юристом или экономистом, здесь работают охранниками, водителями, грузчиками, сиделками или домработницами. Но, несмотря на снижение социального статуса, размер их заработной платы выше в 3-4 раза по сравнению с тем, что они получали в Кыргызстане. Для того, чтобы заработать на питании и проживании, а также для отправки домой, соотечественники работают днем и ночью. Женщины более экономичны, чем мужчины. Они, работая сиделками, нянями, домработницами, могут не платить за проживание. Заработок мигрантов в час колеблется минимально от 5 до 6 долларов и доходит иногда до 20-25 долларов. К сожалению, успех не всегда на стороне наших соотечественников. Самому очень трудно найти работу, поэтому многие обращаются в агентства, которые трудоустраивают на работу с русским языком. У них есть свои требования. Например, мигрант, который обращается за работой, платит сначала 150-200 долларов. Агентство предоставляет информацию, где есть свободные вакансии. После трудоустройства им по контракту необходимо оплатить заработную плату за две недели. В русских магазинах висит реклама. Поможем найти работу. Когда обращаешься, просят оплатить 150-200 долларов за услугу. Они пользуются тем, что у многих мигрантов нет документов. Плохо знают язык. Сами агенты давно уже здесь проживают. Всех знают. Находят работу у знакомых. По их условиям ты должна отработать две недели и отдать зарплату за этот срок. Но спустя две недели работодатели отказываются от себя под разными причинами. Получается, ты остаешься на улице без денег и без работы. Рассказала Гульмира Мамунова. Это явление присуще в Америке. А сколько расходов мы несем перед тем, как выехать сюда. Многие соотечественники приезжают сюда с туристической визой. Молодежь приезжает со студенческой визой по программе Work and Travel. Многие же приезжают сюда с поддельными документами в составе делегаций певцов, спортсменов или других. У многих есть понимание, что главное добраться. Но по приезду в Америку многие не находят работу. Таких случаев насчитывается сотнями. Я приехал по программе Work and Travel. Тогда это было очень модно и популярно среди студентов. Открылось очень много компаний в Бишкеке, которые отправляли. Но по приезду многие столкнулись с проблемами. Работодатели просто-напросто их кидали. Поэтому мой совет тем, кто планирует приехать по программе, уточните достоверность вашего будущего работодателя. Все условия. Вполне возможно остаться на улице в чужой стране. Например, я не смог собрать сумму своих расходов. Я около 2000 долларов оплатил компанией. Полторы тысячи у меня были с собой на расходы. В итоге, чтобы собрать эти деньги и накопить немного для себя, я уже пятый год здесь. Рассказал Чингасмур Сараимов. Но также нельзя утверждать, что в Америке наши соотечественники работают только на черной работе и подвергаются обману мошенников. Есть и те, кто рискует и открывает свой бизнес. Свое дело. Один из них – Айбек Аманбеков. Он открыл в Чикаго частную компанию по перевозке грузов. Уже два года занимается перевозкой разной продовольственной продукции из одного штата в другой. То, что он зарабатывает, свободно хватает на содержание семьи. Если не считать расходы, то мой ежемесячный доход составляет от 10 до 12 тысяч долларов. Я занимаюсь грузоперевозками. Я занимаюсь грузоперевозками. Мне звонят и говорят, нужно отвезти такой-то товар туда-то. Если мне это подходит, я соглашаюсь. Если нет, то отказываюсь. Все на мое усмотрение и пожелания. Рассказал Айбек. Кроме этого, также можно встретить тех, кто в чужой стране достигает успехов и работает врачами, экономистами. Работает также в высших учебных заведениях. В полиции есть адвокат, имеющий лицензию. В Америке нет препятствий к открытию своего бизнеса. Здесь нет разделения на нации, на кыргызов, китайцев или американцев. Законы на всех распространяются одинаково. Всего лишь надо соблюдать законы и правильно выполнять свои обязанности. Но если нет соответствующих документов, не предоставляется возможным устроиться на определенную работу. Если вдруг заболеешь и не имеешь медицинского страхования, то медицинские учреждения могут требовать огромные суммы за свои услуги. Например, вызов только скорой помощи стоит 10 тысяч долларов. Или же консультация врача стоит от 500 до 1000 долларов США. Главная проблема наших соотечественников – это незнание основных законов США. Языковой барьер, трудоустройство, медицинское обслуживание, незнание прав иммигрантов, взаимоотношения с правоохранительными органами. Многих проблем можно избежать, так как вся система права в США придерживается философии «Будьте честны по отношению государства, и государство предоставит вам возможность реализоваться». Очень важно в таких вопросах обращаться к адвокату. Рассказал Манас Муратпеков, адвокат из Кыргызстана в США. По его словам, перед тем, как выезжать за пределы страны, необходимо изучить законы той страны, куда выезжают, и права мигрантов в этой стране. К сожалению, немного тех, кто соблюдает эти законы. Во-первых, большинство мигрантов ходят до тех пор, пока срок визы их не закончится, потом остаются. Основные правонарушения наших соотечественников – это работа без разрешения права на работу, распитие спиртных напитков в общественных местах, неуважение к правоохранительным органам. Например, если вас остановил полицейский за какое-либо нарушение, совершенное во время вождения автомобиля, вам не обязательно ссылаться на незнание языка. Вам надо просто расписаться и получить штраф, который в последующем, если вы считаете, что вам выдали его незаконно, вы можете оспорить это в суде. А в случае отказа вами подписаться под получение штрафа, вас могут просто арестовать. Так что это очень важно, чтобы вы знали основные законы в США. Конечно, для того, чтобы изучить законы и язык другой страны, необходимо несколько лет. Если часть соотечественников в Америке старается заработать денег и вернуться вновь на родину, то другая часть наоборот – прилагать все усилия, чтобы остаться и жить там. Успехи наших граждан в правильном направлении не могут не радовать нас. Но жаль, что эти успехи ими делаются в Америке, а не в Кыргызстане. В любом случае, каждый наш соотечественник, проживающий в других странах, прежде всего думает о своей родине. Есть надежда, что они рано или поздно вернутся в Кыргызстан и внесут свой вклад в ее развитие. Материал специальный для IWPR подготовила Меримба Ильиева. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мерим Астаналы. Услышимся. Продолжение следует...